Ну какое сегодня настроение? Сладкое или соленое? А я вообще считаю, что самое вкусное, это когда в сладком есть соль, а в соленом есть немножко сладости. Вот тогда и получается тот самый вкус, который называют японцы умами. А знаете, что такое умами? Умами вещь опасная. Умами это когда оторваться нельзя. Вот, например, сыр пармезан обладает умами, потому что он сладковатый, пикантный, с небольшим количеством соли во вкусе. И мы сегодня будем мариновать птичку тоже по закону умами. Этот цыпленок, между прочим, производитель этого цыпленка, наша птичка, признана одним из 100 лучших товаров за 19-й год. Но не только поэтому я использую вот эту курочку, а именно потому, что при производстве этих цыплят и вообще продукция очень широкая линейка у нашей птички. Есть крылышки, есть грудки, есть бедрышки или вот такой цыпленок целиком. Абсолютно вся линейка, вся контролируется производителем. То есть и корма выращиваются на собственных землях без ГМО. И потом они обрабатываются, доставляются на фермы, где выращивают курочек в максимально натуральных условиях, максимально приближенных к условиям таким домашним. При выращивании этой птицы не используют антибиотиков, не используют стимуляторов роста. Поэтому этот продукт очень натуральный. Натуральный значит полезный. А полезный и вкусный, это значит то, что нам нужно, правильно? Так вот, я беру зубчик чеснока, дальше мне понадобится немножко травки. Травка может быть любая. Возьмите розмарин, возьмите орегано, возьмите майоран. У меня тимьян. Тимьян вообще такая нейтральная история, почти как петрушка, но только ярче и вкуснее, на мой взгляд. И уместнее как раз для маринадов. И пахнет тимьян, ну, такими какими-то цитрусовыми прекрасными нотами. И на самом деле хорошо работает и с рыбой, и с птицей, и с козьим сыром, и в салатах. Ну, то есть это правда, действительно такая для меня на сегодняшний день одна из самых популярных травок на моей кухне. Итак, чеснок, тимьян, ну, естественно, соль, перец. Возьму небольшую миску. В миску добавляю абрикосовое варенье или джем. Вообще, сочетание курицы с фруктами, это очень грамотное сочетание. Ну, как, впрочем, и утки тоже. Мы же любим утку с яблоками, правильно? Или утку с вишней, или утку с клюквой. То есть вот эта вот история кисло-сладкая с птицей работает очень здорово. И вот мы сейчас тимьян, чеснок, соль добавляем к абрикосовому джему сначала. Сюда же немножко перца. Все это перемешиваем. Лимон. Сначала цедра на мелкой терке. Вот этот вот насыщенный, самый главный вкус нашего маринада абрикос, он становится более нежным благодаря конкретно лимонному соку. Но при этом лимонный сок не выступает на первый план сам. Вот поэтому происходит такая прекрасная оттяжка. Сок половинки лимона. Опять вымешиваем, все перемешиваем. И нужно добавить сюда какое-нибудь масло. Вообще, на самом деле, можно добавить сливочное масло, но можно добавить масло растительное, без такого слишком яркого аромата, если мы говорим про подсолнечное масло. Потому что подсолнечное масло, если честно, конечно, не будет дружить с абрикосами. Тут совсем какой-то диссонанс. А вот яркое оливковое масло будет дружить и с тимьяном, и с абрикосами. Да-да, и с абрикосами, и с персиками, и, конечно же, с чесноком, и с лимоном, который из цедры, который мы сюда добавили. Вот, посмотрите, получается у нас вот такой замечательный маринад. Этим маринадом мы вот так вот массируем нашего цыпленка и снаружи, и изнутри. Как можно больше. Лучше, конечно, если у вас есть хотя бы час времени, чтобы цыпленок в этом маринаде полежал, можно сделать это на ночь. Можно замариновать его накануне вечером и отправить в холодильник. Натерла цыпленка, уложила в формочку, и минут 10 он у меня так постоит, пока я займусь остальными добавками к этому цыпленку. Нам осталось взять абрикосы. Вообще, действительно, абрикосы очень хорошо сочетаются с мясом курицы, потому что в них есть легкая кислинка. Но такого же цыпленка по такому же рецепту можно приготовить и зимой, когда нет свежих абрикосов, использовать курагу, и будет тоже очень здорово. Если у вас нет абрикосов, но есть, например, нектарины, сливы, персики, абсолютно спокойно можете абрикосы заменять. Эти абрикосы, часть из них, отправляем вот сюда, вовнутрь. Кстати, хорошая идея, только что пришла мне в голову, добавить сюда же крупные кусочки луковицы. У меня шалот, но вообще любой лук подойдет, лучше, чтобы лук был послаще. Если любите острое, то как раз в сочетании с абрикосами перец чили очень хорошо будет работать. Оставшиеся абрикосы вот так вот выкладываем в форму, а дальше немного соевого соуса, пару столовых ложек. Еще оливкового масла, не забываем про фрукты. Чеснок целиком. Вообще можно даже взять целую головку чеснока и не очищая от кожуры, прямо так разрезать вдоль пополам и положить, тоже будет здорово. И теперь немножко перца и соли. Оставшуюся половинку лимона разрежем вот на такие части и тоже отправим запекаться. И сверху все украсим листиками, вот такими веточками тимьяна. Моя птичка готова. Отправляем в духовку, температура 190 градусов, выпекается она до полной готовности. Естественно, курица должна быть абсолютно проготовленной. Моя будет выпекаться где-то минут 35-40, но все зависит от того, какого размера ваша птичка. Ну вот прошло 40 минут на самом деле, потому что моя такая пухленькая птичка должна была получить вот эту золотистую корочку, вот это обрамление. А посмотрите вы на этот соус. Самый элементарный отваренный рис просто. Картофель, гречка, макароны. Не надо даже думать о том, чем мы будем заправлять этот гарнир, потому что у нас есть такой прекрасный соус от этой курицы. Ну и для любителей посмотреть на все в разрезе, прилагается бонус. Вот так вот, посмотрите, какая красота. Какая красота. Какая вкуснота. Мне кажется, даже если люди никогда в жизни не испытывали никакой страсти к птице, то здесь к нашей птичке страсть должна проснуться, честное слово. Так что всем сладко-соленого настроения и прекрасных выходных!